28 августа прихожане в храме Казанской иконы Божьей Матери отметили Успение Богородицы. Настоятель храма города Каспийска и романах Иоанн поделился с нашей съемочной группой историей праздника и его традициями. По церковному преданию она находилась в гробнице, в пещере, в Иерусалиме, в Гефсимании три дня. Так же, как и Христос находился во гробе три дня. На третий день, когда открыли гробницу, то ее тело не было найдено, только погребальные пелены. Для нас это надежда и вера в то, что Богородица не умерла. Мы так и празднуем этот день, как день ее успения кратковременного, день ее перехода от земной жизни в жизнь вечную. Родители Девы Марии мечтали о ребенке. Когда на свет родилась она, их охватила нескончаемая радость. Но в последующем им пришлось нести на себе печать позора из-за бесплодия Богородицы. Но Бог их готовил к рождению этой Девы, через которую в мир пришел Спаситель, Господь наш Иисус Христос. И все наше почитание Девы Марии, оно основано именно на этом, на том, что она стала Матерью Сына Божьего. И через него совершилось дело спасения всего человеческого рода. Поэтому этот день, конечно, ну и вообще для православных христиан это имя Дева Мария, Городица, Царица Небесная, оно очень дорого. Стоит отметить, что этот день верующие должны провести в поклонении и богослужении и наполнить свой день благими делами. К сожалению, сегодня не у всех есть возможность быть в храме, день рабочий. Но собрались люди, тем не менее, которые не могли в этот день заниматься другими делами. Как и в каждый любой другой день праздника, необходимо быть человеком в храме, участвовать в богослужении, причащаться святых христовых тайн. Ну и стараться этот день, конечно же, провести свято. Закончился пост Успенский, который был ровно две недели. Кроме того, и романах Иоанн отметил, что особенно в этот день читать священописание и делиться знаниями с другими верующими.